Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в рамках наших бесед по книгам Священного Писания мы обратимся к двадцать пятому псалму. Если вы помните, в предыдущем, двадцать четвертом, Давид признает, что он грешен. И надо признать, Давид действительно был великим грешником. А вот сейчас, буквально в следующем псалме, он говорит о праведности. И основная тема этого псалма – молитва праведного человека. Удивительный переход от греховности к праведности, не правда ли? И объяснение здесь может быть только одно. Согрешая, Давид не оставался во грехе. Он не думал, потом как-нибудь покаясь перед Богом, все равно он простит, куда ему деваться. Нет, он так не думал. Почувствовав свою греховность, Давид немедленно обращался к Богу с раскаянием и решимостью никогда не повторять своих прегрешений. Вот какой это был человек. Итак, обратимся непосредственно к тексту двадцать пятого псалма. Давид молится так. Я читаю стихи первый и второй. «Рассуди меня, Господи, ибо я ходил в непорочности моей, и, уповая на Господа, не поколеблюсь. Искуси меня, Господи, и испытай меня, расплавь внутренности мои и сердце моё». Псалом двадцать пятый напоминает нам о первом псалме. Обратите внимание на слова «Я ходил в непорочности моей, и, уповая на Господа, не поколеблюсь». Давид не колебался, потому что верил в Господа. Сам он не был особенно силен и знал об этом, но Господь поддерживал его, потому что Давид верил в Бога. В стихах с третьего по пятый он продолжает свою молитву. «Ибо милость Твоя пред моими очами, и я ходил в истине Твоей, не сидел я с людьми лживыми, и с коварными не пойду. Возненавидел я сборище злонамеренных, и с нечестивыми не сяду». Я еще раз хочу заметить, что по содержанию этот псалом похож на первый. Давид говорит «Я ходил в истине Твоей». Это утвердительное заявление. А вот параллели с первого псалма, выражающие то же самое, но через отрицание. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых». Дальше Давид утверждает, что не сидел с людьми лживыми и с коварными. И он действительно не сидел рядом с лицемерами. Вспомните первый стих первого псалма. «Блажен муж, который не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей». А теперь послушайте шестой стих двадцать пятого псалма. «Буду омывать в невинности руки мои и обходить жертвенник Твой, Господи». «Вера человека должна сопровождаться благочестивой жизнью». Этот псалом очень важен, потому что в нем убедительно выражается необходимость такой жизни для каждого верующего. Может быть, сегодня псалмы столь непопулярны именно потому, что они говорят о необходимости жить так, как угодно Богу. Прочитаем теперь двенадцатый стих, который гласит. «Моя нога стоит на прямом пути. В собраниях благословлю Господа». «Моя нога стоит на прямом пути» — это значит, что теперь Давид твердо стоит на ногах. Он опирается на скалу. Перед ним лежит прямой путь. «Если вы карабкаетесь по скользкому склону, вы можете упасть». Давид же научился опираться на твердую почву, которая есть служение Богу. Вот почему он с такой уверенностью говорит в этом псалме о своей праведности. Тем самым он дает нам повод задуматься о нашей с вами праведности и, более того, задуматься о совершенной праведности. Не знаю, как вам, а мне точно известно, что такое совершенная праведность. Конечно, это никак не моя личная праведность. В первой главе первого послания Коринфянам, тридцатый стих, говорится, что наша праведность от Христа и во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением. «Христос даровал нам не только искупление, но и праведность. И я по вере принимаю все, что Он дарует мне. И Иисус дает мне право обращаться к Богу через свое имя, то есть опираться в молитвах на Его заступническое служение, на Его крестные заслуги, на Его волю и желание оправдать нас». Вот какие мысли выражает этот псалом Давида. А теперь настала очередь обратиться к двадцать шестому псалму. Это глубоко духовная молитва, известная большинству людей Божьих. Когда я прочту первый стих, ваши лица, вероятно, радостно засияют от встречи с этим очень знакомым местом Писания. Этот псалом можно разделить на две части. Первые шесть стихов говорят о том, что делает Бог для ободрения и укрепления веры своего народа. А остальная часть этого псалма – молитва о помощи и поддержке Божьей. Этот псалом написан не для безупречных и безгрешных святых, а для обыкновенных людей, которые всем сердцем верят и взывают к Богу о заступничестве. Это тоже молитва Давида, и начинается она с замечательных слов. Вот первый стих этого псалма. «Господь свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь крепость жизни моей, кого мне страшиться?» Этот псалом снова говорит об отношениях человека с Богом. «Господь свет мой и спасение мое». Господь свет мой, Господь Бог святой. Он тот, кто направляет и наставляет нас в свете Слова Божьего. В 118-м псалме стих 105-й есть такие строки. «Слово Божие светильник ноге моей и свет стезе моей». «Господь спасение мое» и это свидетельствует о любви Бога к нам, потому что именно из любви Он даровал нам спасение, и, конечно же, спасение мы получаем только через Господа Иисуса Христа. Вот что говорится об этом у апостола Иоанна, глава 3-я, стих 16-й. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Бог возлюбил мир не настолько, чтобы спасти его вместе со всеми его грехами и недостатками, но Бог возлюбил мир настолько, что обеспечил спасение для грешников, и мы должны обратиться к Богу, опираясь на некое основание для нашего спасения. О нем говорит нам апостол Петр, слова которого записаны в 4-й главе книги Диане, стих 12-й. «Нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Вот спасение, о котором говорит здесь Давид. «Господь – свет мой и спасение мое». Мой свет – мое спасение. Господь – крепость жизни моей. Бог не только дает нам жизнь, Он дает нам силы жить на земле. А можете ли вы, друзья мои, сказать, что Господь – свет вашей жизни, что Он тот, кто любит вас и дает вам силы? «Кого мне страшиться?» – вопрошает Давид. Мартин Лютер говорил, «Если вы на стороне Бога, то вы в большинстве». Когда Кромвеля спросили, почему он ничего не боится, он ответил, «Я понял, что когда боишься Бога, больше нечего бояться». Во втором стихе 26-го псалма Давид говорит, «Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами приткнутся и падут». Вероятно, здесь он вспоминает те времена из своей жизни, когда его окружали опасности. В юности он был мальчиком-пастушком и нередко рисковал жизнью, защищая своих овец от львов и медведей. «Нам нечасто суждено переживать такие испытания, не зная, как вам, а мне не приходится регулярно видеть львов и медведей. Если же я их вижу, то только когда они в клетке. Однако по нашим улицам ходят люди, которые опаснее львов и медведей. Они пытаются привести нас к погибели. Жив еще и тот старый лев, о котором пишет апостол Петр в своем первом послании, глава 5, стих 8. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Давид верит в Бога, и об этом свидетельствует третий стих псалма. «Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое. Если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться». Вы обращали когда-нибудь внимание на то, что каждый раз, когда Господь Иисус обращался к апостолам после своего воскресения, он просил их не бояться. Чего нам бояться, если у нас есть воскресший спаситель? Конечно, у каждого есть какие-то страхи. Лично я боюсь высоты. Каждый раз, когда я лечу на самолете, я говорю Господу, «Ты со мной, я верю в Тебя, храни меня». Теперь давайте прочитаем следующий замечательный стих этого псалма, четвертый. «Одного просил я у Господа, только того ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его». Давид обобщает смысл своей жизни и сводит его к одному моменту. «Одного просил я у Господа». Апостол Павел говорил о своей жизни подобным же образом, и я цитирую послание к филиппийцам, глава третья, стих тринадцатый и четырнадцатый. «Только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе». Оттачивайте свою жизнь, как карандаш, до тех пор, пока вы сможете им писать. Жизнь наша трудна, поэтому продолжайте совершенствоваться. Чем дольше я живу, тем больше я чувствую себя, как Марфа, хозяйничавшая на кухне. Она много работала. Помните историю в Евангелии от Луки, глава десятая? Бедная Марфа бегала с горшками, что-то варила, кипятила. Пока она ставила варить картошку, что-то падало со стола. Она так устала, потому что пыталась делать все одновременно. Как же сложна жизнь у многих из нас. Мы напряжены, мы все время испытываем давление. Друзья мои, не разменивайтесь на мелочи. Заостряйте внимание на том, что действительно важно. Когда вы сведете жизнь к одному, наиболее важному знаменателю, вы почувствуете облегчение. Я думаю, вы не будете против, если я расскажу вам о собственном опыте. Счастливейшее время моего служения настало тогда, когда я перестал работать пастором. Тогда для меня начался самый плодотворный, самый одухотворенный период. За этот период я видел больше обращенных в веру, чем когда бы то ни было. И я никогда так не радовался. Вы знаете, почему так случилось? Потому что я заострил свое внимание на одном единственном деле — преподавании Библии. Теперь я занимаюсь только этим, и я очень этому рад. Я верю, что Богу угодно, чтобы я занимался именно преподаванием Библии. Обратите внимание, то же самое сказано здесь и в этом псалме. Единственная задача Давида — пребывать в доме Господнем во все дни жизни. Я не думаю, что Давид мечтал расположиться в скине в спальном мешке и не выходить оттуда. Но он хотел, чтобы ковчег, символ общения Бога с народом, находился у него в Иерусалиме. Давид проделал долгий путь, чтобы привести этот ковчег в Иерусалим, воздвигнуть для него скинью и начать строительство храма Божьего. Зачем ему это было нужно? Чтобы приблизиться к Богу. Вот каким было единственное стремление Давида. Мы приходим к Богу через Иисуса Христа, и мы должны радоваться этому. Именно Господь дает нам возможность сосредоточиться на одной цели. В пятой главе послания к римлянам в стихах с первого по пятый апостол Павел перечисляет восемь благословений, связанных с оправданием верой. Второе из этих благословений, упомянутых Павлом, это доступ к Богу, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой славы Божьей. Как же это здорово, иметь доступ к Богу! У Давида была одна жизненная цель. Одного просил я у Господа, только того ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, сцезерцать красоту Господню и посещать храм Его. Дом Божий был проявлением Божьей милости к верующим. Давид нуждался в Божьей милости. Нуждаемся в ней и мы с вами. В доме Божьем был также жертвенник, который предвещал распятие Христа. Входя во храм, Давид получал доступ в присутствие Божие. И у нас с вами тоже есть доступ к Его чудесной благодати. Неудивительно, что двадцать шестой псалом стал великим благословением для народа Божьего. Теперь обратите внимание на стих пятый. «Ибо Он укрыл бы меня в скинии Своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения Своего, вознес бы меня на скалу». Что это за потаенное место селения Его? Потаенное место находилось внутри святого святых. Туда мог войти только первосвященник. И знаете, что там находилось? Там стоял ковчег Завета, обыкновенный ящик из золота, а над ковчегом была сделана специальная крышка, на которую капала жертвенная кровь. В наше время, когда Господь Иисус пролил Свою кровь, у нас есть Своё святое святых, место, куда мы можем пойти. Христос даёт нам убежище, где мы чувствуем себя в полной безопасности. Читаем шестой стих этого прекрасного псалма. «Тогда вознеслась бы голова моя над вратами, окружающими меня, и я принёс бы в его скинии жертвы словословия, стал бы петь и воспевать пред Господом». Когда мы видим эту удивительную картину и понимаем, что Господь сделал для нас, нам хочется петь. Этим страстным желанием пронизан следующий стих молитвы седьмой. «Услышь, Господи, голос мой, которым я взываю, помилуй меня и внемли мне». Как видим, Давид просит помиловать его. Сегодня мы с вами тоже можем молить Бога о милости. В стихе восьмом Давид продолжает. «Сердце моё говорит от тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица твоего, Господи». Давид сообщает нам о призыве, полученном от Господа. Когда Бог сказал ему, «Ищи лица моего», Давид ничуть не колебля смог ответить, «Уже ищу». Далее читаем девятый стих. «Не скрой от меня лица твоего, не отринь во гневе раба твоего. Ты был помощником моим. Не отвергни меня и не оставь меня, Боже, Спаситель мой». Когда Давид согрешил, он обнаружил, что Бог отвернулся от него. Давид утратил общение с Богом, утратил радость, но он мог молиться этими словами, «Не оставь меня без радости спасения». И в результате он получил просимое. А вот следующий, десятый стих, который вызывал разногласия у исследователей. «Ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня». Ученые часто неправильно понимают этот стих. Даже Дилич предполагает, что этот стих написал кто-то другой, а никак не Давид. Сомнения возникают, потому что отец и мать Давида не оставляли его. Однако я не думаю, что здесь говорится о каком-то реальном факте из жизни Давида. Я полагаю, что эти слова скорее можно перевести так. «Даже если бы отец мой и мать моя оставили меня, мне хотелось бы, чтобы исследователи Библии обратили на это внимание. Вероятно, вас не оставляли отец с матерью, но даже если бы это и произошло, Господь вас не оставит». Некоторые дети говорят, «Отец с матерью не обращают на меня внимания, поэтому я хожу в молодежный клуб». Многие родители сегодня позволяют организациям, в том числе и церкви, воспитывать своих детей. Однако даже если церковь, в которую вы посылаете детей учиться очень хороша, все-таки это ваши дети. Именно вы должны привести их к Господу. Не учитель воскресной школы и не проповедник, а вы. Вы должны уделять им время и внимание. Читаем далее стих 11. «Научи меня, Господи, пути твоему и наставь меня на стезю правды ради врагов моих. Давид просит Бога явить врагам свидетельство того, что он его защищает. Увидев, что Бог на стороне Давида, противники получат возможность исправиться и покаяться в своих ошибках». А далее стих 12. «Не предавай меня на произвол врагам моим, ибо восстали на меня свидетели лживые и дышат злобою». Давид говорит здесь и верит, что Бог его не предаст. Об этом свидетельствует следующий стих. «Но я верю, что увижу благость Господа на земле живых». Мы с вами по сей день наблюдаем проявление благости Господа. И как замечательно эта молитва Давида, побуждающая нас располагаться на Господа с такой же точно уверенностью. Она завершается словами 14 стиха. «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа». Сегодня верующие часто оказываются слабы в своем уповании. Они боятся, рабеют, стесняются. Всем нам это свойственно в большей или меньшей степени. Как же избавиться от робости? «Надейся на Господа, мужайся». Господь укрепит наши сердца. Он действительно способен нам помочь. И вот этим призывом благословенного царя Давида мы и закончим нашу сегодняшнюю беседу по книге «Псалтырь». Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok